Войско Ответил он весело, тем не менее вызывая насмешливую улыбку господ свита государя своим дурным французским выговором. Милорадович круто повернул свою лошадь и стал несколько позади государя. Обширонцы, возбужденные присутствием государя, молодецким бойким шагом отбивая ногу, проходили мимо императоров и их свиты. Ребята крикнул громким, с уверенным и веселым голосом Милорадович. Видимо, до той степени возбужденные звуками стрельбы, ожиданием сражения видов молодцов-обширонцев и еще своих суворовских товарищей, бойко проходивших мимо императора, что забыло присутствие государя. Ребята, вам не первую деревню брать, крикнул он. Рады стараться, прокричали солдаты. Лошадь государя шарахнулась от неожиданного крика. Лошадь эта, носившая государя еще на смотрах в России, здесь на устерильском поле, несла своего седока, выдерживая его рассеянные удары левой ногой. Она настораживала уши от звуков выстрелов, точно так же, как она это делала на Марсовом поле. Не понимая значения этих слышащихся выстрелов, не соседству вороного жеребца императора Франца, не всего того, что говорил, думал, чувствовал в этот день, кто ехал на ней. Государь с улыбкой обратился к этому и своих приближенных, указывая на молодцов-обширонцев, и что-то сказал ему. Кутузов, сопутствовавшими своими адъютантами, поехал шагом за карабинерами. Проехав с полверсты, в хвосте колонны, он остановился у одиноко заброшенного дома, вероятно, бывшего трактира, подле разветвления двух дорог. Обе дороги спускались под гору, и по обеим шли войска. Туман начинал расходиться, и неопределенно, верстав в двух расстояниях, виднелись уже неприятельские войска на противоположных возвышенностях. Налево внизу стрельба становилась слышнее. Кутузов остановился, разговаривая с остривским генералом. Князь Андрей, стоя несколько позади, вглядывался в них и, желая попросить зрительную трубу у адъютанта, обратился к нему. «Посмотрите, посмотрите», – говорил этот адъютант, – «глядя не на дальнее войско, а вниз по горе перед собой. Это французы». Два генерала и адъютанты стали хвататься за трубу, вырывая ее один у другого. Все лица вдруг изменились, и на них выразился ужас. Французов предполагали за две версты от нас, а они явились вдруг неожиданно перед нами. «Это неприятель?» «Нет, да посмотрите!» «Он, наверное!» «Что же это?» – послышались голоса. Князь Андрей простым глазом увидел внизу направо, поднимающуюся навстречу Абширонцам, густую колонну французов, не дальше пятисот шагов от того места, где стоял Кутузов. «Вот она!» «Наступила решительная минута!» «Дошло до меня дело», – подумал князь Андрей, и, ударив лошадь, подъехал к Кутузову. «Надо остановить Абширонцев!» – закричал он. «Ваше высокопревосходительство!» Но в этот миг и в тот же миг все застлалось дымом, раздалась близкая стрельба. И наивно, испуганный голос в двух шагах от князя Андрея закричал «Ну, братцы, шабаш!» И как будто голос этот был «Команда!» По этому голосу все бросились бежать. Смешанные, все увеличивающие толпы бежали назад к тому месту, где пять минут назад войска проходили мимо императоров. Не только трудно было остановить эту толпу, но невозможно было самим не поддаться назад вместе с толпой. Балконкий только старался не отставать от Кутузова и оглядывался, недоумевая и не в силах понять того, что делалось перед ним. Несвицкий, с озлобленным лицом, красный и на себя непохожий, кричал Кутузова, что, ежели он сейчас не уйдет, он будет взят в плен, наверное. Кутузов стоял на том же месте и, не отвечая, доставал платок. Из щеки его текла кровь. Князь Андрей потеснился до него. «Вы ранены?» – спросил он едва, удерживая дрожание нижней челюсти. «Раны не здесь, а вот где», – сказал Кутузов, прижимая платок к раненной щеке и указывая на бегущих. «Остановите же их!» – крикнул он. И в то же время, вероятно, убедясь, что невозможно было их остановить, ударил лошадь и поехал вправо. Вновь нахлынувшая толпа бегущих захватила его с собой и повлекла назад. Войска бежали такой густой толпою, что раз попавший в середину толпы, трудно было из нее выбраться. Кто кричал? «Пошел! Что замешкался?» Кто тут же, оборачиваясь, стрелял в воздух? Кто бил лошадь, на которой ехал сам Кутузов? С величайшим усилием, выброшись из потока толпы влево, Кутузов со свитой, уменьшенной более чем вдвое, поехал на звуки близких орудийных выстрелов. Выброшись из толпы бегущих, князь Андрей, стараясь не отставать от Кутузова, увидал на спуске горы, в дыму, еще стреляющий русскую батарею и подбегающий к ней французов. Повыше стояла русская пехота, не двигаясь ни вперед на помощь батарее, ни назад по одному направлению с бегущими. Генерал верхом отделился от этой пехоты и подъехал к Кутузову. Из свита Кутузова осталось только четыре человека. Все были бледны и молча переглядывались. Остановите этих мерзавцев, задыхаясь, проговорил Кутузов полковому командиру. Указывай на бегущих. Но в то же мгновение, как будто в наказание за эти слова, как рой птичек, со свистом пролетели пули по полку и свите Кутузова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова